В битве титанов победил супергерой из Нижневартовска. Олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одолел доминиканского боксера Франсиса Фрамету. По регламенту соперники провели на ринге все 10 запланированных раундов. В итоге единогласным решением судей победу одержал Альберт Батыргазиев. Югорчинин контролировал ситуацию и не давал сопернику по прозвищу Ужасный работать в полную мощь. Перед 10 раундом доминиканец пытался выиграть время и умышленно затягивал перерыв. Но Альберт Батыргазиев справился с хитростями Фраметы и довел бой до логичного завершения. Отмечу, что вортовчанин прервал победную серию доминиканца, которая длилась 6 лет и насчитал 17 побед. Первое поражение доминиканца случилось на югорской земле. После объявления результатов Фрамета не смог сдержать своих слез. Бой шел по плану. Мы не планировали заканчивать его досрочно. Так как ради уважения к нашему сопернику он приехал издалека, как я говорил ранее. Надеюсь, вам понравилось. Это у нас был такой 10-раундовый спарринг с хорошим топовым боксером. Рейтинговый бой, никакого пояса. Поэтому все без обид. В ринге война за рингом дружба. Спасибо огромному моему сопернику. Большое ему уважение. Я себя не очень чувствую, так как очень готовился к этому бою. К сожалению, сегодня не мой день. Но я бы хотел поблагодарить болельщиков. Поражение лишь доказывает, что нам нужно работать сильнее и понимать, что в спорте тоже иногда проигрывают. После боя тренер Альберта Бутергазиева Эдуард Кравцов рассказал о ближайших планах своего подопечного. Расслабляться вортовчанин не намерен. После непродолжительного отдыха Альберт начнет готовиться к следующему бою на профессиональном ринге. Его он проведет осенью. Отдых, причем, недостаточно короткий. Он будет у нас продолжаться буквально две с половиной недели. И мы начинаем следующий лагерь. И 21 октября мы планируем следующий бой в рамках форума «Россия спортивная держава» в Перми.